Салам астерма, курмету тандастар, здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня в эфире я хотел бы продолжить те вопросы, которые мы обсуждали вчера в двух прямых эфирах и отдельно в чате «Активист ДВК». В связи с тем, что поступает очень много вопросов, связанных с нашей программой компенсации, которую мы вчера озвучили, я хотел бы сегодняшний эфир посвятить этим вопросам, но вкратце, прежде чем углубиться уже в технические детали, я хотел бы озвучить основные цифры, которые я вчера озвучил во втором эфире. Он подробно рассказал о том, что режим Нурсултана Назарбаева ежегодно похищает у страны сумму свыше 30 миллиардов долларов США. Многие из вас, получающие 60-100 тысяч тенге, они никак не могут понять и осознать масштабы того, что похищается у нашей страны. Масштабы того, что эти деньги, если бы направили на развитие нашей страны, то эти 30 миллиардов превратились бы в сумму минимум 100, 200, 300 миллиардов. Не суть важна, по что бы они превратились, суть важна другое, какую бы мы страну имели. Я хочу вам напомнить, что в 60-х годах и 70-х, кстати говоря, объединены Арабские Эмираты, или я люблю приводить примеры, именно Эмират Дубай, это были фактически государства, в которых по сути ничего не было. Было море, был песок, бедуины на своих верблюдах, не было инфраструктуры, не было аэропортов, по сути не было городов. Это в те годы, 60-е и 70-е годы, когда, собственно, если сравнивать Казахстан, который был в составе Советского Союза, ну это, знаете, по сути не с чем сравнивать. Представьте, у нас в те годы достаточно относительно Эмирата Дубая была развита страна, работали промышленные предприятия, был развитый агросектор, химические индустрии, в целом образованное население. И, собственно, тот период, когда наши граждане считались в числе образованных во всем мире. И вот представьте, что за какие-то 20 лет эта бедная страна, как Эмират Дубай или Объединенные Арабские Эмираты, вошли в число одних из богатейших стран мира, имеющих развитую инфраструктуру, сейчас продвигающие современные технологии, дроны летают, современные IT-технологии, логистические проекты, склады, транзиты, гигантские аэропорты, мощнейший туризм. И все это фактически было сделано за счет грамотного перераспределения национального дохода страны, а именно нефтяных доходов. И сейчас эти страны являются одними из самых богатых в мире, входит в число богатых стран мира. Так вот, второй пример, когда в 80-х годах Китай была нищая, бедная страна, и за какие-то 10-15 лет эта страна сначала заняла третье место в мире по своему значению, по объему торговли и все прочее, объему абсолютного внутреннего продукта, который страна производит. А сейчас это по своим масштабам вторая страна после Соединенных Штатов Америки. Всех этих успехов Китай достиг за 20 лет. Ну, мы знаем, что Нурсултан Назарбаев у власти находится 30 лет. 30 лет мы слушаем разные программы 20-30, 20-50 и все прочее. А страна откатывается назад, строятся помпезные какие-то здания. Все три также нефтеперерабатывающих завода, которые построены, два из них в 80-х годах, один в 46-м году Атаравский нефтеперерабатывающий завод, но заводов нет. Нет нефтехимических комплексов, при том всем, что говорится о том, что якобы наша страна стремится 30 передовых стран мира. Мы не производим одежду, мы не производим автомашины, вообще ничего не производим. Продаем на мировые рынки фактически сырье и металлы, которые нам достались в наследство от Советского Союза. Вот, собственно, итог правления, что мы получили как граждане этой страны. Мы получили репрессивный аппарат абсолютно богатого, в числе богатейших людей в мире. Даже известные первые в списке Forbes стоящие американские миллиардеры, они во много раз имеют меньшее состояние, чем Нурсултан Азарбаев. Его личное состояние не менее 200 миллиардов долларов США. И как всего этого он добился? Добился он очень просто. Он просто крал гигантские ресурсы страны, пользуясь себя и своей семьей, а наших граждан сделал нищими и бесправными. Вообще, в мире политические партии выходят со своими программами, если они существуют. В авторитарных странах политические партии, если существуют, они кукольные. Собственно, как в нашей стране. Мы знаем, что существует одна единственная партия Нуратан, и все другие партии подставные, изображающие, что они якобы независимые партии. Так вот, партии в мире выходят с разными программами. Программы, которые приводят к улучшению жизненного уровня людей. Они получают на выборах голоса, потому что люди, живущие сегодня на определенном уровне, завтра начинают как бы жить лучше. То есть, эти партии озвучивают свои программы и привлекают в свою пользу последователей. Эти люди голосуют за них, выходят на митинги и так далее. И в этой связи, даже с учетом того, что в нашей стране подавлена любая оппозиция, нет независимых политических партий, мы организовали политическое движение и демократические выборы Казахстана, озвучиваем свои политические программы, суть которой полная ликвидация должности президента, построение парламентской республики. Далее мы озвучиваем свои экономические программы, которые, если их реализовать, приведут к существенному изменению качества жизни граждан нашей страны, заработки, платы увеличиваются минимум в несколько раз. И это не популистские программы, потому что все наши программы, они очень конкретные. И первые четыре года работы правительства демократического выбора Казахстана предполагает, что мы только нагоним такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, являющиеся достаточно средними, может быть даже чуть ниже среднего, чем среднеевропейские страны. Средние страны это Чехия, Польша, а балтийские страны, вчера они были вместе с нами в Советском Союзе, их жизненный уровень даже несколько ниже среднего. Так вот, собственно, когда мы говорим, что в течение четырех лет мы достигнем уровня этих стран, то есть мы не говорим о каких-то фантастических вещах. Для нас есть ориентир, это первый этап развития нашей страны. Мы, конечно, будем добиваться больше успехов, но это то, что мы видим с очевидностью, то, что мы можем реализовать. Поэтому, озвучивая свои программы, абсолютно реальные, каждая из наших программ, она реальная, подбита ресурсами, подбита расчетами. Я откровенно скажу, что мы еще не слышали ни одного оппонента со стороны противника власти, экономистов, каких-то министров, которые бы поставили под сомнение нашей программы. Так вот, мы действуем классически, как в ведущих странах мира. Наше политическое движение озвучило свои программы, мы набрали серьезную команду сторонников, и наши программы получают серьезную поддержку. Вчера мы озвучили, что частью нашей программы является в том числе выплата различных компенсаций тем людям, которые пострадали от действия режима. Сейчас много из наших сторонников выходят на акции протеста, эта власть их преследует, штрафует, сажает в тюрьмы на 10-15 суток. Наши сторонники теряют работу, то есть фактически идут серьезные потери. И мы, конечно же, безусловно считаем, что общество должно на это среагировать, компенсировать потери тех, кто участвовал в этой борьбе. Были критики, которые говорили о том, что якобы ДВК покупает голоса, якобы ДВК платит за выходы на митинги. Я в этой связи хотел бы, опираясь на международный опыт, просто объяснить вам. И я понимаю прекрасно, что значительная часть нашего общества, они далеки от политических процессов, плохо знают мировой опыт. И поэтому, когда звучат такие моральные, скажем, слова, я в кавычки их беру, я хотел бы напомнить, что любая партия, любой кандидат на должность президента, он всегда озвучивает программы, за которым, безусловно, стоят деньги. Деньги это программы, ну, например, возьмем в качестве примера Соединенных Штатов Америки, когда президент Обама озвучивал программу по развитию страховой медицины для не очень сильно обеспеченных людей. Ну, если одним словом говорить, для бедных. Социальная страховая медицина предполагала, что та часть общества, а их было миллионы, которые не могут получить доступную и качественную медицинскую помощь, они получают различного вида поддержку в виде страховой медицины и реально получают доступ за счет государства к медицине, к услугам медицины. Вот, пожалуйста, получается, это выплаты, это государство оплачивает такого рода услуги, то есть, это деньги. Государство оплачивает, например, разные программы, когда предприниматель начинает меньше платить налогов, то есть, выстраивает налоговую систему таким образом, что предприниматель начинает меньше платить налогов. То есть, это как бы плата за то, чтобы бизнес развивался и, безусловно, чтобы претендент на ту или иную позицию, в частности, на президента, должность президента, он получил поддержку от предпринимателей. И я вам могу сказать, что таких примеров много, когда претендент на должность президента заявляет о том, что он увеличивает социальные субсидии, ну, например, многодетным матерям. Это тоже плата. И это нормально. Конкуренты, различные конкуренты борются за голоса своих избирателей и, используя возможности страны, они разные, они находят сторонников, и которые реально начинают более качественно жить с приходом во власть того или иного претендента. Это мировая практика. Поэтому, когда так называемые моралисты говорят, что кто-то кого-то подкупает, вы должны понять, как это в мире устроено. В мире устроено именно так, как я сказал. Каждый претендент озвучивает свои программы, за которым, безусловно, стоят деньги. Деньги страны, которые перераспределяются несколько иначе. Деньги страны, которые каким-то образом не зарабатываются. Даже когда президент Трамп бился со своими конкурентами, чтобы прийти во власть, у него была одна из программ построить стену на границе с мексиканцами, и эта программа стоила 7 миллиардов долларов. Она предполагала, что строительство такой стены позволит избежать нелеганной, нелегальной миграции, которая, по мнению, например, Трампа или других аналитиков, приводила к тому, что в страну приезжали миллионы мигрантов вне контроля государства. Это приводило к тому, что государство тратило неоправданно высокие средства на решение этих проблем. То есть, эти деньги шли уже не в пользу наших граждан и своих граждан, которые проживали в стране, а именно вынуждены были тратить средства, чтобы решить проблему нелегальной миграции. То есть, таким образом, деньги утекали из бюджета страны на другие цели. Поэтому, собственно, то, что мы предлагаем, это наша новая инициатива, которая мы ожидаем получит поддержку от общества, увеличит число наших сторонников, решит проблемы многих тех, кто борется с этим режимом, кто готов бороться. Я сейчас, наверное, очень много деталей расскажу о механизме компенсации, чтобы вы понимали, каким образом это работает, и вы должны понимать, что это международная практика, когда тайная политическая партия или лидер, который претендует на должность президента, безусловно, озвучивает свои экономические программы, которые поддерживаются его сторонниками, и они голосуют за эту партию или за этого кандидата на должность президента, и затем задачей партии, которая победила на выборах или кандидата на должность президента, является то, чтобы эти обещания были выполнены. И в этой связи я вчера подробно объяснял, в чем суть, в чем цена вопроса. Когда некоторые моралисты говорят, что нельзя выплачивать людям за то, что они борются с режимом, они глубоко заблуждаются. Они глубоко заблуждаются, и я объясню сейчас, почему еще раз. Я вчера в своем прямом эфире говорил, что этот политический клан Руслутана Назарбаева ежегодно крадет свыше 30 миллиардов долларов США. Ежегодно. И мы должны остановить это, потому что вы понимаете, что такое 30 миллиардов долларов. У нас это приводит к тому, что страна стагнирует. Плохие дороги, отсутствие качественного образования, отсутствие качественной медицины, плохое образование в средних школах, дефицит детских садов, пенсии, которые могут быть увеличены за счет того, что эти более 30 миллиардов крадутся минимум в 2-3 раза, это и возможность введения государственного бесплатного образования, бесплатной государственной медицины, это все ваши возможности. Сейчас многие из вас не могут получить среднеспециальное и высшее образование, потому что там существует плата, которую вы не можете преодолеть. Сейчас вы получаете низкую заработную плату, работая в бюджетной сфере или где-то еще, но эти 30 миллиардов если их направить на развитие страны, они многократно как минимум в несколько раз увеличат ваши доходы. То есть это будет совершенно другая страна. Каждый день у вас воруют здоровье. Каждый день разрушаются семьи, потому что идут конфликты на материальной основе. Мужчины не могут содержать свои семьи, не могут найти работу, потому что это политическая верхушка ежегодно крадет у вас свыше 30 миллиардов долларов США. как я говорил, это годовой размер бюджета всей страны. Кто-то со мной вчера пытался спорить и говорить, что как так можно красть размер целого годового бюджета страны. Уважаемые друзья, я вас заверяю, как бизнесмен крупный, как известный экономист, что можно красть больше, и они крадут больше. 30 миллиардов сумму, которую я называю, очень-очень консервативна. Теперь, что я хочу сказать, какое будущее ждет нашу страну. Вы все должны понимать, что Назарбаев 79 лет, его состояние личное, свыше 200 миллиардов, его зять Тимур Кулебаев обладает состоянием только по официальным данным около 8 миллиардов долларов США. Это гигантские денежные средства. И вы должны понимать, что он сейчас озабочен только тем, чтобы сохранить власть, передать богатство своим двум младшим сыновьям от третьего брака Осилий Сабаевой. Он озабочен тем, чтобы народ в гневе не разнес этот режим. Он озабочен консервировать этот режим. Что это значит консервировать? Это значит 30 лет вы жили в нищете, 30 лет вы жили без правей, 30 лет вас подавляли. И сейчас назначается президентом Хасмжумар Токаев, который обратите внимание, насколько он глупый человек, что он проговорился, что оказывается еще в 16 году, 3,5 года назад Назарбаев сказал, что ты будешь вторым президентом. То есть он ему не сказал, что я уйду, что будут выборы, что у тебя будут конкуренты, народ может тебя не избрать. Ты должен бороться за эту должность, завоевать доверие народа, потому должность президента президента выбирает народа. Он ему не произнес эти слова, он ему просто сказал, что ты будешь президентом. То вы понимаете, что Назарбаев воспринимает себя как владелец, как монарх этой страны. И он может назначать президентов, премьер-министров, депутатов, судей, всех. Поэтому приход во власть, а именно назначение Касмжимар-Токаева на должность президента говорит о следующем, что Касмжимар-Токаев будет продолжать курс, который мы имели все предыдущие 30 лет, а именно нищета, бесправие, подавление гражданских прав и свобод, когда народ ничто, когда народ не является источником власти, когда вас эта власть не будет слышать, как и предыдущие 30 лет. Вот что это значит. Это значит вас этот режим будет также обрадовать. Это значит матери могут плакать, голодать на улицах, этот режим их не будет слышать. Да, сейчас, после 9 июня, когда на улице вышли тысячи граждан, этот режим напуган и теперь он всеми своими любыми путями будет стараться обмануть вас, придумывать разные механизмы, запутывать, обещать, что-то по мелочам выплачивать, но цель одна законсервировать этот политический режим и чтобы у власти продолжал оставаться клан Нурсултана Назарбаева. Вы понимаете, что такое состояние сотни миллиардов долларов Назарбаев будет защищать любыми путями, любыми. И поэтому сейчас вы знаете, что этот режим объявил о якобы наборе бойцов, которым обещает выплачивать по 200 тысяч тенге, пусть даже не подготовлены к нам, стекает информация со всех регионов страны, этот режим пытается набрать бойцов или тетушек, которые будут его защищать от разъяренного народа. Разъяренного, потому что этот режим в очередной раз обманул, подсунув нам эту мебель, обещая, не исполняя, обманывая программами 2030-2050. Поэтому народ разъярен. И вы знаете, что этот режим будет платить полицейским, кому-то еще, чтобы удержать свою власть, потому что когда к власти придет народ, все у них будет конфисковано. Поэтому ни у кого не должно быть иллюзий, будет серьезная борьба. Теперь о борьбе. Мировая практика показывает, что, к сожалению, реально именно политические процессы двигают 3-5% населения. В нашем случае это от полумиллиона до миллиона человек. И когда мы озвучиваем программу компенсаций, то, конечно же, находятся критики, которые говорят, мы будем стоять в стороне те самые 95% населения. Если вы победите, сметете этот режим, мы вместе с вами будем пользоваться плодами этого успеха. Это бесплатное образование, здравоохранение, увеличение пенсии, качество жизни, все улучшается. Кто это сделал? те самые 3-5% населения. То есть, они что говорят эти моралисты? Что вот эти 3-5% которые мы еще не набрали, должны выйти, должны пройти тюрьмы, должны пройти издевательства, выплачивать, штрафы, страдать. И вы должны это делать, ну, потому что вы должны, вы высокоморальные люди, и вы за это не должны никакой компенсации получать, они это говорят. Вот что говорят моралисты. И говорят, что если вы победите все, что вы будете иметь, помимо нас, мы просто вам будем аплодировать. Вот собственно что говорят эти моралисты, прикрываясь разными примерами высокодуховными. На самом деле они только работали наверное в Советском Союзе. Образ таких комсомольцев, которые погибали на стройках или врачей, которые кое-как выживали, но они должны были обязательно исполнить свой врачебный долг или учителя, которые получают гроши, но они практически бесплатно должны обучать людей, потом должны ходить фальсифицировать итоги выборов, они все должны. Это все вот такое советское скажем обманные идеологии. Поэтому уважаемые друзья, мы конечно же все это понимаем, что вот такой стереотип некий существует, некий коммунистический обманывай, мы каждый день живем во лжи, этот режим нас обманывал в советском союзе, этот режим обманывал, вот, и я думаю, что собственно это понятно, почему развалился советский союз, потому что плохое не разваливается, понятно, почему массовое недовольство существует этим режимом, потому что если бы она была хорошим, не было бы массового недовольства, и поэтому мы формируем большую команду своих сторонников, обедняем, двигаем этот процесс, усиливаем свое давление на этот режим, и программа компенсации заключается в том, когда мы озвучиваем 10 тысяч долларов, чтобы ни у кого не было заблуждений, мы выплачиваем 10 тысяч долларов, когда побеждает правительство демократические выборы Казахстана, выплаты будут произведены в течение двух месяцев, ну двух месяцев, я думаю, достаточно для идентификации тех людей, которые активно участвовали в смене этого политического режима, что значит активно, это значит финальный победный протест, на котором мы собираем десятки тысяч людей, должен привести к смене режима, именно финальный, именно протестный, и все те, кто зафиксированы на этом протесте, неважно это в каком месте, у меня спрашивают, это только Алматы и Астады касается, нет, это касается всех городов, где мы организовываем акции протеста, это областные центры, это крупные города, списки мы все время озвучиваем, суммарно, по-моему, это около 15 городов, также это столица Астана и Алматы. Еще миллион тенге выплачивается всем тем, кто подвергся штрафам, административным арестам от двух до 15 суток, то есть разные были репрессии тоже до миллиона тенге. Хочу я, собственно, сам подход хочу озвучить. Эти имена, они войдут безусловно в историю нашей страны. Это люди, которые должны быть отмечены всей страной. Я считаю, что парламент нового демократического государства должен рассмотреть именно персонально значение, роль этих людей, их вклад в развитие нашей страны, их вклад в освободительную борьбу. Они должны быть отмечены правительственными наградами и сумма компенсации должна быть значительная. Не 10 тысяч долларов и даже не 100, она должна быть значительная больше. Теперь, когда сегодня, вот буквально накануне прямого эфира меня спрашивали, но возьмем, говорит, случай, один мне подписчик пишет, вдруг выйдет миллион человек. Это что, получается по 10 тысяч долларов 10 миллиардов долларов? Я говорю, да, и страна в состоянии легко выплатить эти деньги. Ну, во-первых, я скажу, что общие золотовалютные резервы на данный момент составляют 87 миллиардов долларов США и 10 миллиардов это не цифра, во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что эта сумма складывается в тот момент, когда Назарбаев и политическая верхушка крадет из страны минимум 30 миллиардов долларов в год. Минимум. Мы все эти каналы воровства перекроем, эти 30 миллиардов будут направлены именно на поддержку всего общества, часть из них уйдет на выплату тем, именно тех самых 3-5 процентов граждан, которые рисковали, которые страдали, которые сделали свой серьезный вклад на борьбу с этим режимом, рисковали всем работой, здоровьем, жертвовали временем. Это серьезный риск, это серьезные усилия. Я думаю, что справедливо, что та часть общества, которая добилась перелома, добилась перемен, изменила политическую систему, безусловно, должны обществом вознаграждены, мы должны компенсировать те потери, хотя бы компенсировать, которые они понесли, потому что невозможно никакими деньгами высчитать пытки людей, их избиение, нахождение в тюрьмах, разлука с близкими, разрушение семей, это невозможно измерить никакими деньгами, но какую-то компенсацию наше общество, я считаю, должно сделать. Уважаемые друзья, я ответил на вопрос, где деньги, денег в нашей стране много. Теперь я хотел бы по механизму фиксации участников и каким образом собственно мы будем фиксировать, чтобы участники этого освободительного протеста получили компенсации. Мы сейчас на данный момент считаем, что существует немало возможностей, когда участники протеста должны фиксировать свое присутствие на этих акциях протеста через телефон снимать видео. Вы можете присылать к нам, можете где-то спрятать и когда наступит момент вы просто с этим придете, мы создадим различные общественные комиссии. Во всех крупных городах в этих общественных комиссиях будут присутствовать юристы, будут присутствовать представители правительства, будут присутствовать представители гражданского общества известные авторитетные люди. И конечно так не получится, что подбежал на секунду сфотографировался и убежал. Так не будет. Механизм он понятный, мы его публично еще опубликуем, я сегодня опубликую подробно собственно сам механизм, как это будет происходить. Поэтому вы должны понимать, что это все реально. И когда кто-то критикует, говорит, что это популистские действия демократической выборы Казахстана, я еще раз хочу озвучить. Популистские это те действия, которые может быть нравятся кому-то, но их невозможно реализовать. Я вам как известный экономист и бизнесмен привел аргументы, что денег в нашей стране достаточно и мы в состоянии спокойно выработать возможность реально выплатить компенсации, даже если на улице страны во всем городам выйдет не менее одного миллиона человек. Я хочу сказать следующее. Ключевое значение в смене режима, объективно говоря, будут играть именно Астана и Алматы. если в этих городах выйдет 50-60 тысяч человек в каждом из городов, то режим безусловно падет. Но уважаемые сограждане, все те, кто проживает в областных центрах и крупных городах, очень большое значение и влияние будете играть вы, именно эти города, жители этих городов, потому что Назарбаев будет сопротивляться, чтобы сохранить свою власть, он будет стараться перебросить полицию из этих региональных городов в Алматы и Астана, и поэтому если вы организуете массовый протест, все эти силы будут парализованы. Далее, я сейчас пользуюсь случаем, обращаясь к полицейским и военным. Уважаемые полицейские и военные, вы знаете, что для вас существует специальная программа демократического выбора Казахстана и его реализация она осуществляется без проблем, во-первых, во-вторых, те проблемы, которые вы сейчас имеете, они будут решены в кратчайшие сроки. Ваши заработки плата минимальная, будет начинаться от тысячи долларов, будут решены ваши вопросы связаны с жильем, страхованием жизни и так далее. Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашим программой. Но 6 июля я обращаюсь к военными полицейским, которых эта власть будет стараться использовать, чтобы защититься от народа. Я обращаюсь ко всем тем, которые нынешняя власть пытается спешно нанять, так называемый СОБР, платить по 200 тысяч тенге. Это все ничтожные относительно того, что вы приобретете, когда к власти придет демократический выбор Казахстана. Я даже не буду перечислять о бесплатном образовании, все прочее. Многие из вас даже, наверное, этого не слышали, но все это в нашей стране было в 90-х годах, было ранее. Все это есть во всех развитых ведущих европейских странах мира. Даже таких средних странах, как Польша и Чехия, образование бесплатное, государственное, чтобы вы понимали. Поэтому это не чудеса. Я сейчас хочу сказать о другом. Уважаемые полицейские и военные. Переходите на сторону народа. Достаточно перейти на сторону народа первым 50-ти полицейским, сразу начнется обвал и на сторону народа перейдут все. И каждый полицейский, перейдя на сторону народа, тоже получит материальную компенсацию в размере 10 тысяч долларов США. Это абсолютно реально. Вы все должны думать о стране, о своей семье. Вы не должны думать о той политической верхушке, которая крадет по 30 миллиардов долларов у нашей страны. Помогите построить сами себе новое будущее, новое сильное государство, новое справедливое. До встречи в эфире. Всего доброго. доброго. Редактор субтитров